В понедельник по дороге на работу жители Осло останавливаются возле кафедрального собора. У заполненного цветами мемориала в память погибших 22 июля. Норвегии пришлось отменить пошлины на ввоз цветов. Норвежские цветоводы не справляются. Особым спросом пользуются красные розы – символ рабочей партии, чей молодежный лагерь был атакован. Выжившие на острове Утия пытаются справиться с душевной травмой. Я не должна замыкаться на воспоминаниях о том, как мои друзья лежали мертвыми. Я хочу жить счастливыми воспоминаниями, как мы вместе улыбались, шутили, давали друг другу смешные прозвища. Мне очень жаль, что их больше нет с нами. Я страдаю от того, что мне пришлось пережить. И очень печально, что многие больше не смогут ни с кем поделиться своими чувствами. Двойной теракт стал шоком и трагедией для страны. Норвежцы говорят о том, что их мировоззрение навсегда изменилось. Мы продолжаем жить, но над нами будто нависает черная туча. С минуты молчания началась и работа норвежского парламента. Между тем продолжается допрос Андерса Беринга-Бреевика. В обмен на информацию о группах, готовящих новые теракты, он потребовал назначить его главнокомандующим норвежскими вооруженными силами. Защита настаивает на его невменяемости. Обвинение считает, что четко разработанный и осуществленный теракт говорит как раз об обратном. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok